Доброй, доброй, ранницы Беларусь! Екатерина Антонова и Татьяна Матусевич помогают вам проснуться этим утром. На календаре у нас 29 ноября и понедельник, как говорится, день тяжелый. А вот что с остальными днями недели, с последующими? Что об этом нам говорят небесные светила? Будем разбираться? Конечно, разберемся. Александр Савинкин, доброе утро! Рассказывайте, чего же ждать от этой недели с астрологической точки зрения. Доброе утро! Сегодня поговорим о том, каким будет конец ноября и начало декабря именно с астрологической точки зрения. Текущая неделя, ее начало будет достаточно удачным, продуктивным, но ближе к выходным потенциал пространства будет снижаться постепенно. Из заметных и важных событий астрологического характера на этой неделе нас ожидает затмение, как все мы знаем, новолуния. Опять! Да, коридор, ну их всего два, и оно в принципе не очень страшное, но подробно мы на нем остановимся чуть позже. Коротко, сферы прокомментируем основные, скажем, что для покупок будние дни наиболее благоприятны, выходные так себе. Поэтому, если нет большой срочности от приобретения на выходных, я рекомендую воздержаться. А вы держитесь, пожалуйста, потому что людей в торговых центрах очень много, ни пройти, ни проехать. Ну еще, что логично, что сегодня стартовал киберпонедельник, да, тот день, когда черная пятница продолжается в интернете, поэтому, наверное, понедельник вообще максимально удачный день с точки зрения астрологии и с точки зрения экономики. В целом, да, соглашусь. С точки зрения ситуации на дорогах, наиболее такие опасные дни, можно сказать, это со 2 по 4 декабря. Всем водителям рекомендую быть максимально собранными и осторожными. Риск происшествий в это время самый высокий. Слушайте, Александр, как все совпадает с нашей обычной рутинной жизнью? Смотрите, а госавтоинспекция говорит, что с 1 декабря все должны ездить на зимней резине. Вот так вот оно совпало. Как раз-таки вот эти самые первые дни, когда наверняка кто-то, кто не успел поменять зимнюю резину, вот здесь вот он и попадется. И не просто так, а потому что нам так звезды сказали. Вполне вероятно, да. Но будем надеяться, что все пройдет хорошо для всех. С точки зрения здоровья, мы по-прежнему находимся в периоде повышенной восприимчивости к инфекциям. Также под прицелом будут находиться эндокринная система и болезни крови. Поэтому всем, у кого есть подобные проблемы со здоровьем, особенно в это время рекомендую не ждать, пока все пройдет само, а при необходимости сразу же обращаться за квалифицированной помощью. Это важно. Принято. Самыми благоприятными днями на этой неделе будут понедельники, воскресенье. Самыми напряженными пятницей и субботами. То есть если мы хотим начать новую жизнь с новой недели, то сегодня самое оно. Подходящее время, да. Коротко пройдем теперь по дням недели и скажем, что понедельник хорош для общения и коммуникаций. Можно проводить важные встречи, переговоры, подписывать договоры, контракты, в том числе долгосрочные. А также сегодня подходящий день для свиданий и улучшения и укрепления личных отношений в паре. Какой хороший день-то сегодня оказывается. Но надеюсь, дальше больше будет лучше или не очень уже? Разберемся, разберемся. И скажем, что вторник в принципе тоже неплохо подходит для договоренностей, но достигнуть компромисса будет труднее, чем в понедельник. И во вторник полезно насытить себя чувством прекрасного, например, посетить театр или выставку живописи. Такие варианты мы тоже, кстати, сегодня предлагали нашим зрителям, много рассказывали и продолжим в этом же ключе ориентировать. Поэтому вот слушайте нас, пожалуйста. Тогда передвигаемся к среде. Среда. Первый календарный день зимы этого года. Среда по своей сути будет более резкой, более эмоциональной, чем первые дни недели. И со среды начинается несколько дней, скажем, наведения порядка в разных сферах. Вот. Именно в среду полезно наводить порядок в контактах и ближайшем окружении. Четверг. А вот вы говорите, что эмоциональный день будет. То есть, может быть, в среду как-то подальше от коллег держаться нужно? Ну, по крайней мере, обратить внимание на отношения и для себя отметить какие-то несовершенства, собственные, как правило, да, потому что мир нам их подсвечивает. В общем, сдерживаем себя. Да. Смотрим и делаем выводы, да. Четверг. День активный, но эмоциональный. В четверг, скажем так, полезно будет занять себя любыми спортивными и общие крепляющими мероприятиями и навести порядок в своем теле. Это день наведения порядка в теле. То есть, идем в зал, в баню, в бассейн, куда угодно, бегаем на улице, если вы закаленный человек, правильно? Все это подходит. Да, да, да. Это все занятия, они вполне будут, может быть, рутинными с какой-то точки зрения, но уместными и полезными. Ну, или зарядку, например, сделаете в нашей компании. Обязательно. Пятница. В этот день энергетический фонд пространства и эмоциональный фонд будут практически достигать пика на этой неделе. И подходящий день для того, чтобы навести порядок в своем именно внутреннем мире. Эффектно и эффективно будет заняться самоанализом и работать с психологом, если есть потребность. Это вы так завуалировали нам то, что это самый сложный день недели. Ну, один из самых. Лучше побыть наедине с собой, лучше не выходить в открытый мир, не общаться с людьми, потому что такие контакты будут дочереваты, да, последствиями? Могут, может что-то возникать. Вот мы плавно подошли к субботе. Суббота — это день... День Х. Да, ну такой, в принципе, там нету большого страха. Я так, сразу развею какие-то большие опасения. Это день затмения солнечного и новолуния. Пик затмения придется на 7.30 утра по всемирному времени. И видно, оно будет, к сожалению, только в Антарктиде. И немногие находящиеся там ученые, исследователи, смогут им насладиться. Видно в Антарктиде. А чувствовать будем все мы? Чувствовать будем везде. Но визуально, да, только там заметно. Чувствовать, как это будет происходить. Ну, короткий комментарий, что с астрологической точки зрения затмение — это соединение Луны-Солнца лунных узлов. Будет проходить знаки Стрельца под напряженным влиянием Нептуна. В этот день возможны стихийные эмоциональные всплески и возвращение незакрытых проблем прошлого, мешающих работать и действовать. Любые важные инициативы в субботу, в день затмения, рекомендую приостановить. А если в 7.30 утра просто спать и не просыпаться, то он пронесет. Ну, оно всемирное. У нас это будет где-то полодиннадцатого. Все. Поспать подольше не получится. Ну, и плюс оно во времени немножко такое все-таки пролонгированное. Оно там с ночи пятницы уже начинается, и где-то там ближе к концу субботы уже постепенно влияние сходит на нет. Останется влияние. Но, наверное, нужно как-то подсластить эту пилюлю. Подсластить. Воскресенье, да. Самый философский день недели, достаточно благоприятный. Можно провести время за чтением соответствующей литературы. Либо же, если это уместно, в духовности, религии, любые проявления в этой сфере будут полезны, уместны. И, в общем, можно так закончить неделю. Александр, спасибо вам большое. Мы теперь знаем, какая неделя нас ждет. Спасибо, что рассказали, когда что планировать, а когда от каких действий лучше отсказаться. Ну, как говорится, предупреждем вооружен. Лучше ждать. Не будем бояться любых прогнозов. Главное, что мы теперь знаем о том, что нам делать. Продолжение следует.